Давай, 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 пиши! Сильнее, Ди! Да! Хорош! Схватка противников длится 4 минуты. За это время дзюдоисту необходимо уложить соперника на татами, не забывая при этом и об обороне. У оппонента стоит точно такая же задача. Приходится искать подходы и использовать различные приемы, кроме ударных. Этот дзюдо отличается от многих других боевых искусств тем, что в нем нет ударной техники. Это чистая борьба. Здесь есть захваты, броски, есть борьба в партере, удержания, болевые приемы. Большое разнообразие техники, но она вся безударная. В первенстве участвуют юноши и девушки до 18 лет, а также юниоры до 21 года. Чемпионат для более взрослых и опытных спортсменов обоих полов в различных весовых категориях. Дзюдо – одно из направлений, традиционно занимающих сильные позиции в Севастополе. Наши спортсмены неизменно попадают в состав сборной России, показывая высокие результаты на соревнованиях всех уровней. Сегодняшние соревнования не исключение. По итогам будут сформированы списки кандидатов в спортивные сборные команды нашего города для представления наших спортсменов на всероссийском уровне. Каждый поединок – это состязание не только физических качеств и навыков его участников, но и характеров. Уметь в решающий момент завладеть инициативой и не сдаваться в сложной ситуации – то, что помогает побеждать и на татами, и в жизни. Я начал заниматься с 7 лет этим видом спорта. Он мне очень нравится. И этот вид спорта меня вдохновляет постоянно. Быть уверенным в себе в первую очередь. То, что ты уже сможешь дать любому отпор и не только в физическом плане. В этом виде спорта проявляется очень хорошо характер. Небанальный для девушки выбор. И вот, знаете, интересно быть какой-то, что ли, не такой, как все. И это очень помогает по жизни, потому что это развивает силу духа, развивает уверенность в себе и дает какую-то мотивацию на то, чтобы наде чего-то идти дальше, стараться, тренироваться. Следующие крупные соревнования севастопольских дзюдоистов ждут в конце мая, когда победители отчетного турнира примут участие в чемпионате и первенстве Южного федерального округа. Полина Галушка, Севинформбюро.